Исторический визит Кулеба в Китай о реакции на Россию и о том, почему Путин нынче собрал своих так называемых партнеров, говоримся к сотрудникам КГБ и службы внешней разведки Сергеем Жирновым. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте и привет всем нашим зрителям. Спасибо, что вы присоединились. Вот сейчас в информационном пространстве активно обсуждают, как умрет Путин, будет ли это поражение в войне или бунт на России. Владимир Зеленский в своем недавнем интервью говорил о том, что за два года ему было комфортно работать со всеми премьерами Великобритании, поскольку власть это отражение народа. Вот если власть отражение народа, насколько смерть Путина может что-то изменить? Это очень сложно сказать, потому что нет никакой социологии. Мы не знаем, что такое, во-первых, российский народ, потому что нет социологии, и ее теперь даже не только, ее и раньше, в общем, не было, а теперь ее засекретили. То есть все теперь секретно, нельзя собирать социологические опросы, нельзя собирать статистику, то есть мы вообще ничего не знаем. Но мы можем только догадываться. Например, для меня ключевым местом в этой догадке является 23-24 июня прошлого года, когда Пригожин устроил свой мятеж и шел на Москву, и мы выяснили, что этот народ, который якобы голосует за Путина на уровне 82-87%, как нам это рисует на каждых выборах, выяснилось, что на самом деле никто не вышел защищать этого Путина. И вот как выясняется, что на самом деле непонятно, а есть ли у него защитники, а есть ли у него реально люди, которые за него голосуют, а есть ли люди, которым реально он нравится. Мы понимаем, что, конечно, какой-то процент у него есть, но то, что это не 80%, это точно. И поэтому предвосхитить, что будет с этой страной, когда не станет этого Путина, очень сложно, просто очень сложно. Мы понимаем, что, конечно, там путинские бабки, которые устраивают какие-то странные видосы, снимают, но они, может быть, там расплачиваются и устроят им какие-то поминки. А все остальные, по-моему, к Путину относятся либо полностью индифферентно, то есть, ну, грубо говоря, плевать им на Путина, Путин, не Путин, без разницы. Вот, либо даже отрицательно, потому что, ну, понимают, что, в общем, он ведет страну в никуда, и что в стране разрушается экономика, разрушается социальная структура, вот, и что страна становится страной-изгоем, и это не всем, далеко не всем нравится. И, кстати, в молодежи довольно много таких людей, которые так считают, но они не имеют возможности это высказать. Ну, вот, то, о чем вы заговорили, о экономике, Путин сегодня встречал, Путин заговорил об экономике, сказал, что доход бюджета растет, дефицит минимальный, но денег нет, лишних денег, как сказал российский диктатор, об этом он сообщил на встрече с главой счетной палаты Борисом Ковальчуком, эксперты заговорили о том, что ситуация с российской экономикой, она нынче патовая. Вот, по-вашему, осознает ли Путин, какая реальная сейчас ситуация на России, какая ситуация с экономикой, может ли это повлиять на будущие переговоры с российской стороны, я имею в виду, вот, пока что они говорят только о капитуляции Украины? Нет, я думаю, что он, во-первых, не осознает, во-вторых, это не повлияет на его позицию, к сожалению, потому что он живет в собственном информационном пузыре, в этом информационном пузыре он берет только то, что его устраивает. То есть вот нет никакого человека, вот даже та же самая Набиуллина, которые говорят, что она там великий экономист, что, кстати, не факт, вот, но даже она не может прийти к нему и сказать, что, в общем, он своей войной убил практически российскую экономику. Нет ни одного человека, который ему скажет, что, Владимир Владимирович, ты полный еду, потому что у тебя, вот, Газпром, процветающая компания, которая экспортировала 155 миллиардов кубических метров в Европу, а ты сам своими руками задушил эту компанию, которая теперь, значит, не только недоходна, но и теперь уже убыточна, и в нее надо вкладывать деньги точно так же, как ты вкладываешь деньги в войну. То, что растет экономика, это тоже вот то, что Путин упорно это повторяет. Ну, смотрите, у нас все нормально, у нас экономика растет. Ему явно совершенно вот нет никакого человека, который ему говорит, что статистика того, что создали танки, ракеты, пушки, которые будут закопаны в землю в Украине, это не рост экономики. Это разогревание экономики, это разогревание инфляции, это искусственные деньги, это деревянные рубли, которые никому ничего не нужны, эти средства не работают, эти средства не будут создавать дальше, делать какую-то цепочку производства богатства для Российской Федерации. Это все выброшенные деньги, это деньги, которые могли быть вложены в какие-то другие проекты, проекты инфраструктуры, например, улучшение дороги, банальные дороги, банальное жилищное строительство, банальное коммунальное строительство. А вместо этого Россия, мы это видели зимой, у нее рвутся трубы, у нее жуткие совершенно условия и так далее и тому подобное. Но Путин этого не понимает и самое главное, он не хочет этого понимать. То есть, соответственно, нет никакого человека, который зайдет просто и вот тупо ему будет говорить, ну Владимир Владимирович, ну ты хоть пойми раз и навсегда, что ты убиваешь страну. Вот Путин говорит, нет, у нас все отлично, вы ничего не понимаете. И люди, которые ему пытаются это объяснить, он говорит, что они некомпетентны, и он их убирает. Он отбирает людей, которые готовы ему словесно воспроизводить только то, что он хочет слышать от них. Вот он убирает компетентных людей, давно уже вокруг него нет компетентных людей, есть люди преданные. В том числе, кстати, вот этот самый Борис Ковальчук, который сын Юрия Ковальчука, одного из олигархов, который является другом Путина, близким, и который, естественно, ему никогда не расскажет, как по-настоящему, что состоит там с бюджетом, с исполнением, с воровством. Ну он отчитался там за то, что какие-то при бюджете в 30 триллионов, значит, ну на самом деле в 60 триллионов, потому что там по 30 триллионов доходов и расходов, значит, он отчитался о том, что они вернули в бюджет что-то там порядка 90 миллиардов, рублей. То есть это вообще копейки какие-то. Ну вот вы говорите, что там он осознает или не осознает, это одно дело. Но на России люди вышли на протесты из-за проблем со светом, из-за отключений. Насколько реально, что на России могут начаться бунты из-за каких-то экономических проблем или социальных? Это может быть локальные какие-то, какое-то недовольство, но понимаете, мы это давно видим уже, мы это видим уже 25 лет, как только возникает какое-то локальное недовольство, люди что делают? Они записывают, вот в лучшем случае они записывают, «Путин, помоги». То есть вот у нас там мэр плохой, у нас губернатор плохой, но вот у нас есть замечательный Путин какой-то в Москве, и вот если он просто ничего не знает, что вот у нас сделает плохой мэр и плохой губернатор, и если этот замечательный Путин где-то там в Москве до него достучаться, и вот ему позвонить на прямую линию, которую он там раз в году устраивает, или там сделать этот видос, который кто-то в Москве, в Кремле где-то там увидит, и ему покажет, вот тогда всё будет замечательно, потому что он на белом коне, значит, белый пушистый приедет, всех посадит, всех уберёт и решит все проблемы. Вот это говорит о том, что на самом деле это население абсолютно инфантильно, оно не способно брать свою судьбу в свои руки, и оно не понимает на самом деле, как устроено государственное управление, и что именно у них рвутся трубы не потому, что у них мэр плохой, а потому что у них президент плохой, и надо не обращаться к нему «Путин, помоги», а надо говорить «Путин, уходи», или даже не просить, чтобы Путин «Мы просим тебя уйти», а требовать это, причём требовать это говорить, что если Путин не уйдёт, то мы там объявляем бессрочную забастовку по всей стране. Вот как это было там, я не знаю, в 30-е годы, допустим, во Франции, где там на несколько дней или недель встала просто страна, и тогда власти вынуждены были чего-то там копошиться, делать, принимать какие-то решения. И на это российский народ не готов. Ну, понимаете, социологии нет, вот это то, о чём вы говорили. Нету социологии, непонятно, готов или нет, и вообще, какие настроения у России, кто на что там готов. Давайте поговорим о Украине. И вот впервые за 12 лет представитель Украины с официальным визитом в Китай, Владимир Зеленский, сказал, что Китай не будет поставлять России оружие. Была ли в таком случае достигнута основная цель этой поездки? Как вы оцениваете? Я думаю, что цель этой поездки была достигнута уже самой поездкой. Потому что, как вы правильно сказали, это была первая поездка министра иностранных дел Украины в Китай. Официальный визит на высоком уровне, вполне себе официальный визит. Это был не визит вежливости, потому что там обсуждались долго, долго обсуждались существенные вопросы по существу. И поэтому эта поездка уже большой прорыв, хотел сказать, китайской дипломатии, а на самом деле украинской дипломатии. Потому что и китайская тоже, потому что страна приняла министра иностранных дел Украины, согласилась его принять с визитом. Но уже сам визит — это уже прорыв. Дальше ждать от него немедленного результата. Никогда не надо ждать от визитами министра иностранных дел немедленного результата. Это всё-таки больше проговор каких-то проблем совместных. Дальше всегда уже реализация этих договорённостей — это отдельный разговор, насколько быстро они могут реализовываться. Мы это видим, кстати, по Путину, потому что он же очень много всегда говорит правильных слов, иногда даже подписывает много правильных документов, а потом это всё не работает, не реализуется. То же самое может быть и в международных отношениях. То есть не сам факт нужно подписать какой-то документ. Вот у Путина, кстати, регулярно такое бывает, когда, допустим, приезжает он в Китай или китайцы приезжают в Москву и говорят, что вот мы там подписали контрактов, протоколов о намерениях на 25 миллиардов долларов. А потом выясняется, что через пять лет из этих протоколов о намерениях реализовано 100 миллионов, да и то с большим трудом. То есть самое главное теперь посмотреть, что из этого получится в конкретике. В конкретике, я думаю, конечно, разговор был тяжёлый, потому что Китай не присоединился формально к санкциям против Российской Федерации, хотя он и не считает всё, что делает Российская Федерация законным с точки зрения международного права, потому что Китай, например, не признаёт аннексию Крыма Российской Федерации, но он за Российской Федерацией как бы признаёт некое право такое. Оно не записано ни в каком международном договоре, но даёт понять, что типа вот у каждой страны есть какой-то ареал, в котором действует её, так сказать, её влияние, потому что, естественно, он думает о Тайване своём, и вот значит он для Российской Федерации таким же Тайванем Китай считает Донбасс, например. Но при всём при том, на Китай идёт большое очень давление Соединённых Штатов Америки, Китай не может игнорировать это давление, хотя оно ему не очень нравится, потому что Китай всё-таки страна, которая строит свою экономику за счёт внешней торговли, за счёт того, что Китай является фабрикой мира и прежде всего западного мира, и поэтому игнорировать требования западного мира в полном объёме он не может. И хотя он заигрывает с Путиным, ему… Вот вы знаете, у Китая просто такая двурушная позиция, потому что одновременно ему выгодна война Российской Федерации против Украины, если только она идёт вяло текущее, то есть если она не перерастает в какой-то там, не дай бог, мировой конфликт и не дай бог ядерный конфликт. Вот если она вяло текущее идёт на европейском континенте, то Китаю, строго говоря, это выгодно, потому что у него таким образом есть возможность покупать очень дешёвые ресурсы у Российской Федерации. Он стал основным экономическим партнёром Российской Федерации, то есть Российская Федерация зависит от Китая. Китай определяет таким образом, что у неё там будет хорошо идти, а что будет идти плохо. Китай, Российская Федерация стала большим рынком сбыта для Китая, потому что у неё все западные бренды, которые ушли с российского рынка, они заменились на китайские, и даже российские плохие товары заменились на китайские, и поэтому Китаю, в принципе, это выгодно. Поэтому, так сказать, решать кардинально вопрос с этой войной Китай не заинтересован. Вот это проблема основная, как вести в таких условиях с ним переговоры. Но Китай, естественно, обходил больше раньше санкций, теперь он их обходит меньше, но продолжает всё равно обходить. Я так думаю, что вот как раз и разговоры шли, насколько обхождение Китаем мировых санкций, насколько это соответствует, так сказать, нормальному положению вещей. Я думаю, что украинская сторона постаралась доказать китайцу, что это не в их интересах. Ну, давайте всё-таки, вот нам интересно в конечном счёте прекращение огня. Если говорить о прекращении огня, Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в прекращении горячей фазы войны до конца 2024 года. Россия, в свою очередь, ставит просто нереальные условия капитуляции нашей страны. Насколько вероятно реализовать вот подобный сценарий с помощью Китая, если говорить о том, что там, вы говорите, что Соединённые Штаты давят, вот с поддержкой Соединённых Штатов? Мне кажется, что это вполне реально. Просто нужно, чтобы эти страны, и Китай, и Соединённые Штаты Америки, просто стали однозначно заинтересованы в том, чтобы надавить на Российскую Федерацию. Пока на Россию не давят. То есть американцы давят, но тоже не до конца. Могли бы давить лучше. В этом смысле, кстати, есть надежды у кого-то на Трампа, потому что у Трампа, вот помните, когда он предлагал своё решение, значит, вопроса своей войны и мира между Россией и Украиной, он говорит, что я там позвоню Зеленскому и прекращу эту войну за 24 часа. Я просто Зеленскому скажу, что ты должен сесть за стол переговоров, если ты не сядешь за стол переговоров, то я тебе ничего не буду поставлять, и таким образом ты останешься без военной помощи и без финансовой помощи. Но там была ещё вторая составляющая, где он сказал, что потом я позвоню Путину, скажу то же самое, и дальше он говорит, что если Путин откажется от этого предложения, то я дам Зеленскому всё, чтобы Украина победила Российскую Федерацию. Вот эта вещь на самом деле абсолютная science fiction, то есть это фантастика, потому что это две взаимоисключающие вещи. Но их одновременно сказал Трамп. Ну то есть, грубо говоря, нужен просто человек, который может ещё и надавить резко на Москву, то есть, грубо говоря, который скажет, ах, если ты не согласен, тогда мы Украине дадим не 40 миллиардов военной помощи или 25 миллиардов военной помощи и не 61 миллиард общей помощи, а мы дадим 400 миллиардов. И всё, это будет в четыре раза больше, чем военный бюджет Российской Федерации. И вот тогда мы посмотрим, как ты будешь себя вести, Российская Федерация. И больше того, мы тогда не санкции частичные ведём, а мы ведём экономическую блокаду, например, всех товаров Российской Федерации. И скажем, что ни одна фирма, которая так или иначе сотрудничает с Российской Федерацией, не может торговать в долларах. И всё. И тогда всё это дело немедленно прекратится. То есть, на самом деле, рычаги-то есть такого давления. У Китая такие же рычаги, потому что Китай может единовременно просто сказать, что мы останавливаем всё взаимодействие с Российской Федерацией. И всё. И у Путина тут же немедленно остановится экономика. Потому что без Китая российская экономика не работает. Вообще не может работать. Потому что Китай — это сейчас половина внешней торговли Российской Федерации. Вот. И, то есть, рычаги давления есть. Просто их не используют. Ну, вот хочется поговорить, знаете, сразу о двух сторонах. Но давайте начнём, наверное, с Соединённых Штатов. Камала Харрис может быть тем человеком, который будет настолько решительным, чтобы создать такое давление и выделить Украине всю необходимую помощь? Никто не знает. Потому что, во-первых, мы не знаем её программы. Во-вторых, она не является ещё официальным кандидатом в президенты Соединённых Штатов Америки. И, в-третьих, она не избрана. И, с моей точки зрения, вообще все эти разговоры на вырос. Даже про Трампа, о котором мы знаем немножко больше, чем о Харрисе. Потому что Харрис вообще не была никогда президентом. И не знаем, как она будет управлять делами реально, если она придёт в Белый Дух. То есть это вообще просто чёрный ящик, потому что никто не знает, как она будет работать. Но вот даже тот Трамп, которого мы видели 6 лет тому назад или 7 лет тому назад, и даже его, мы не можем сказать, как он будет себя вести после 21 января 2025 года, в том случае, если он победит и если он заедет в Белый Дух. Поэтому это бессмысленно, с моей точки зрения, сейчас рассматривать, потому что сейчас нужно вообще дожить до этих выборов, нужно посмотреть, кого американцы изберут. И только тогда, когда мы будем понимать, кого они избрали, и только тогда, когда этот человек, либо Харрис, либо Трамп, скажут, какая у них очередная программа, какая у них команда, только тогда мы сможем сказать, как они будут себя вести, и тогда можно начинать что-то думать. До этого это просто бессмысленно, заниматься даже таким прогнозированием, потому что его нет, потому что нет достаточной базы данных для того, чтобы вести такое прогнозирование. Знаете, ну в то же время вот есть ответ со стороны России, и Песков на уверение Украины, что мы готовы к переговорам, ответил, надо понять, готова ли Украина. Вот это такая очень странная риторика Кремля, но о чем она? То есть Украина заявляет, мы готовы сейчас разговаривать с Россией о прекращении огня. И Песков говорит, ну мы не понимаем еще, готова Украина или нет. Нет, ну здесь как раз все понятно, потому что это просто троллинг, это просто издевательство, если сказать прямым языком, потому что Российская Федерация делает вид, что она не понимает, как это Украина не хочет сесть за стол переговоров. Потому что на самом деле то, что Российская Федерация предлагает, называет переговорами, это не переговоры, а капитуляция. То есть она хочет, чтобы Украина пришла и подписала акт капитуляции перед Российской Федерацией. И поэтому все иное, что не является актом государственной капитуляции Украины, для нее не является переговорами. Поэтому, кстати, Орбан, который съездил в Киев и в Москву, вот он в своем письме, которое он написал куда-то там в Европу, хотя ему никто не давал таких полномочий ездить, и никто не давал полномочия выяснять эти вопросы от имени Европейского Союза. Но тем не менее он сказал, что ни та, ни другая страна сейчас не могут сесть за стол переговоров, потому что у них взаимоисключающие позиции, которые не принимаются противной стороной. И все, когда так строится предпереговорная обстановка, то никаких переговоров, естественно, состояться не может. Вы говорите о том, что Китаю достаточно просто как бы перестать поддерживать Россию, и все очень быстро закончится. Но сегодня Путин встречался с Асадом, с Лукашенком, экскурсию для Лукашенко устроил. Как по-вашему, вот зачем Путин сейчас на фоне встречи Украины в Китае собирал своих так называемых союзников? Нет, ну это как раз понятно, потому что Путину просто каждый раз надо показывать довольно регулярно, показывать, что у него есть какие-то союзники. Пусть эти союзники Северной Кореи, пусть это Асад, пусть это Беларусь, пусть это страны ШОС, где, в общем, половины стран довольно странные страны. Да, вот извините меня за такую тавтологию. Просто это такая картинка пропагандистская, что вот видите, я не сижу в бункере, я не сижу где-то там в Новогорёва один сам с собой и не смотрю на себе самому в зеркало. А у меня есть какие-то партнёры, с которыми я что-то там обсуждаю и так далее и тому подобное. С Беларусью у Российской Федерации оборот 50 миллиардов. Всё. Ну, вы понимаете, что это разговор ни о чём. То есть, ну что такого? С Китаем 240, а с Беларусью 50. Ну вот, и вы понимаете, ну встретился он с Беларусью, с Лукашенко. Потому что надо с кем-то встречаться. Он размещил всё-таки у Лукашенко своё тактическое ядерное оружие. По крайней мере, заявил о том, что он разместил. То есть ему надо контролировать эту страну, а это значит, что надо постоянно встречаться. Плюс Лукашенко у него деньги просит и старается их получить и так далее. То есть это чекучка такая вот в управлении государства. То есть, грубо говоря, ему надо делать вид, что он чем-то управляет. Ему надо делать вид, что с ним кто-то ещё ведёт переговоры. Поэтому он ездит туда и принимает того. Вот там Хамас к нему приезжает. Да хоть Хамас, хоть Талиба приезжает. Да хоть инопланетяне приезжают, какие-нибудь там марсиане. Их бы принял, потому что надо с кем-то показывать, что кто-то с тобой ещё садится за стол переговоров. Ну вот Лукашенко приезжает за деньгами, но денег нет. Или есть, но очень мало. По крайней мере, то, с чего мы начали сегодняшний разговор. Давайте вот итог подведём, исходя из ситуации в российской экономике. Можно ли рассчитывать, что Путин вот после окончания войны начнёт наращивать резервы для более широкомасштабного наступления? То, о чём сейчас говорят там и западные эксперты. Или же всё-таки российский диктатор вынужден будет какое-то время золотать дыры в российской экономике, и не будет у него возможности наращивать ресурсы для наступления на страны НАТО? Нужно понимать, что российская экономика, хотя она находится в сложном положении, о чём мы с вами говорили, это не означает, что она может упасть вот сегодня единоразово. У неё есть резервы. То есть, грубо говоря, даже если вы будете печатать просто деревянные рубли, то вы этими деревянными рублями можете некоторое количество времени создавать впечатление, что экономика работает. Так работал Советский Союз. Советский Союз 70 лет работал на деревянных рублях. Но он же ведь развалился только в 90-м году. И то, потому что ситуация сложилась, когда три союзных республики, которые входили в состав Советского Союза, решили из него выйти. Если бы они не подписали Беловежское соглашение, то, может быть, Советский Союз до сих пор бы ещё существовал. Ну, худо-бедно, вернее, бедно и худо, но существовал бы. Так что в этом смысле резервы у Российской Федерации вполне себе есть. У неё есть и валютные резервы, у неё есть и углёвые резервы, у неё есть и какая-то внешняя торговля. То есть, на самом деле, это не такое состояние, на которое можно рассчитывать, что вот ещё там неделя, и всё обрушится, и всё будет замечательно, потому что у них всё закончится. К сожалению, нет. То есть, если говорить о перспективах наступления на страны НАТО, то у России есть возможность готовиться и пополнять резервы? Нет, на наступление на страны НАТО у неё ничего нет. Это абсолютный блеф, потому что если страны НАТО просто все соединятся, то они могут реально совершенно с этой Россией справиться элементарно. Потому что просто если вы возьмёте арифметику, все армии стран НАТО есть и сложить, то это получается порядка 5 миллионов, 5 миллионная армия. У Российской Федерации вот даже сейчас формально у неё миллион или миллион 300, но мы же понимаем, что на самом деле это на бумажке, потому что у неё все части направлены в основном на войну. На войне там где-то они говорят, что у них 600 тысяч, вот сомнения есть, что у них реально 600 тысяч присутствуют, вот, ну 400 тысяч точно есть, вот. Но с этими силами они не могут справиться с Украиной 2,5 года. Ну как они смогут справиться со всеми странами НАТО, которые имеют запасы совершенно другие? То есть НАТО ведь... Почему Украина не может справиться сейчас с Российской Федерацией? Потому что теми запасами военными, которые ей небольшими дают, ей не разрешают даже бить по главным военным целям на территории Российской Федерации. А если Российская Федерация начинает какую-то войну с НАТО, то НАТО ударит по всем военным целям Российской Федерации, всем, чем у неё только есть. Это будет война, которая продлится 5 дней. Всё. И дальше у Российской Федерации не будет, не останется ничего, в том числе, кстати, ядерного оружия. И по этому поводу Путин может себе где-то в своём бункере, в бреду представлять, что он может на кого-то там напасть. На самом деле всем разумным людям вокруг него, в том числе в его генеральном штабе, понятно, что если Российская Федерация с её мобилизацией не может два с половиной года победить Украину, то она тем более не сможет никогда в жизни победить Соединённые Штаты Америки. Я уж не говорю о том, что страны НАТО — это Соединённые Штаты Америки плюс вся Европа. Сергей, спасибо вам большое за этот разговор. Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки Сергей Жирнов был гостем этого стрима. Продолжение следует...